Сегодня у нас 9 августа 2015 года. Я тебя отказал за явное грубое нарушение субординации, непослушание. Непослушание двум братьям. Ты скажи твое мнение, тебе хотелось бы остаться? Да. Мы начали отъезжать вместе 10 октября, а завтра 10 августа, сентябрь и октябрь. Я всегда человеку оставляю шанс. Если за тебя походатайствуют двое, батюшка и барабаш. А барабаш тебе гарантирует работу. Постоянную работу. Ну пока тут где-то, она посевной, там уж не спрашивают, что дадут. В основном отвеивают. Там Женя работал дьяк, а на нынче он что-то отходит. Я тебе говорил, тебя работа ждет. Если будет два ходатайства, значит, остаешься. Ты должен сейчас, пойдем. Подайте, как считаете, братья? Можем это? Можно. Знатные люди такие по делу. Как ты говорил, осмотришь? Нормально. У меня дети, которым отказан от лагеря, это самое большое наказание. Я им оставляю лазейку, если два священника походатайствуют. Подходим. Я тебя доводю. Игорь приезжает. Чтобы он тебе, где тебя походатайствовал, гарантирует тебе работу вот тебе. Никого не принял на эту работу. Правильно тебя. Так, вывали оттуда. Палатку-то нашу где оставит? Ну-ка, бегом за палатку. Никита. Никита, отдай везерку ко мне. Что такое? Где лазит она, пень-то? Отснять, бегай туда, за палаткой. Где палатки-то? Уже уйдем, палатки останутся. И догонишь ее. Это колхозные осады. Видишь, как тут все прекрасно напоминает о вечности. От люди Божьим, которые Бог дал земле. Она плодоносит. Вот смотри. Вот мы пошли, и никто не вспомнил про палатки. Ты забыл же о них? Как будто это тебя не касается. А почему? Они твое. Я не хозяин. Вот это брось из ума. За все мы отвечаем. Сходили, смотри, дождь какой. Тут пройтись, лякоть какая-то. Ну я иду по траве, а ты по прямой по грязи. Ну можешь маленько по травке иди. Ну маленько. Это подсказывать не надо. Ломишься прямо. Чтобы у тебя не было таких проколов. Что ты дашь освещание твердое. Нигде ничего не прикосновить. Полное послушание. Мы же по работе ничего не требуем. По работе. Ты делаешь по-своему. Душа разрывается. Было разрешение, не было. Ты хотел хорошо сделать. Хотел как лучше. Ну а как лучше, то это точно было сказано. Сказали во время дождя вернуться домой. А я буду работать. А где послушание? Мне не работа твоя нужна. Ты и сам понимаешь, зачем ты сюда приехал. Сказал бы требовал чего-то трудного, не имаме. Сказали обкупнуться семь раз. Проказа с тебя сойдет. А у тебя проказа так и остается. Потому что ты не послушный. Ты понимаешь, проказа это лепра, не исцельная болезнь. Правда передавали по радио, что японец, доктор там какой профессор, Мэпсюде изобрел какую-то вакцину. А Альберт Швейцар, это лауреат Нобелевской премии. Он занимался благовестием и как врач ходил. Больше не надо пятиться. Как врач. И у него там были прокаженные. Нам известны случаи из жития святых, когда человек посвятил себя уходу за прокаженными. Заразился сам и умер. И церковь причислила его к крику святых. Я против причисления. Потому что святое или не святое, это Бог знает. Но пример оставил взорай на кончину жизни подражать и вере. Вот конкретно. Если послушали имя, значит, есть надежное исцеление. А то есть исцеление. А то есть исцеление. А то есть исцеление. А то есть исцеление. Вот это и доставляет шанс работать. Работать с брачом. И сказать, подвечай батюшке. Я сделал большое прислушание сегодня. Сыни меня горсит. Меня извиняют оттуда. Как ненужно. А ну батюшка, я раскаиваюсь. Я тебе рассказываю, какие слова говорите. И что батюшка там хотя бы позвонил. И сказал, что убедит тебя раскаяние. Чтобы мне потом можно было спрашивать кого-то. Я не знаю. Поэтому ты сейчас от нас отстаешь. Идешь к батюшке. И узнавай, тут Игорь приходит. У Игоря возьмешь вот эту, которая деталька он брал у меня. И диск. Диск жесткий. Он знает. И мне привезешь. Понял? Понял? Да. Как считаешь? Это тебе по сердцу? Да. Ну вот так и делай. Когда придешь, по сердцу их снова разберешь. И есть такая у дед Мазаи зайцы. Говорит, ну смотри, говорит, косой. Не попадайся. Он их выпасил из лодки. Дед Мазай. Нам это зачем? На каждом шагу противления у нас все рассыпать все будет. Мы делаем это дело не маленькое. Дом немой. Ты даже помогаешь. Володин. Дальше. Володя-то не для себя. Там гости. Моим домом-то кто только не пользуется. На квартире живут. Дальше. Что мы делаем сейчас по прудам? Я с тобой пруды не возьму. Могилу никуда. Трассу проложили. Здорово это? Конечно. Здорово. Платить круто надо. Вот он приехал сейчас начальник за деньгами. Понимаешь как? И вот вы видите как я рассчитываюсь. Он мне приехал еще. Я не знал приедет или нет. А у меня уже с собой полная сумма. Подготовил. Я вот думаю сколько. У меня список каждый день сколько работал. Насколько горючего Игорь дал. Все подсчитано. До рубля. И ему дается уроки. Мне не надо никуда идти. Он не приехал. А пережать события надо. Почему? Он в любой момент может приехать. Я буду на работе. Мне не надо домой бежать. Я все уже готово. В готовом виде в конверте. Работа шестого, четвертого, пятого, шестого, восьмого. Ну все где-то еще считать. Восьмое, девятое там чуть-чуть. Все. Притом с выкладкой. Для них всегда-сегда удивля. А как вы знали что преды? Не знал я этого. Я каждый день готовлюсь. Не знал. Просто я готовлюсь и все. Что вы приедете. Я вас ждал женик. Это где-то шестьдесят четыре тысячи. За эти дни. За эти только дни. Кое-что тут. Маленько пораньше выплатил. Смотри на все и учись. Гляди. Какая забота. А почему так успешно у нас с прудами пошло? А потому что полное послушание. Я ему где пальцем покажу, куда он выступает. О чем говорю, что он делает. Это Игорево хозяйство. Приехал с одной котомкой. Ребенком. А сейчас самый такой зажиточный. Или как сказать. Богатым ты не назовешь. Техники одной сколько. Посмотри на все. Это на хагу. Вот это вот. Охала миллиона только. А то деньги. Вот. Тогда нам еще не делается. Молодец. Может мне он звонил, но я не услышал. Нет. Звонил, нет? Я не слышал звонку. Ну-ка я посмотрю. Уху. 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 Не было. Мужка-мужка. И поели. Собирает полону, пером И чтобы не думать, вот такими колесиками будет собирать Побычно как, зубы, набираются По колопаву стоит, грабли назывались А сейчас все по-другому, везде надо думать Так, он проехал, куда же он встал И все на этом, слава Богу